я могу просто рассказать про него типа бла-бла-бла-бла-бла-бла там все готово уже приветствую вас на нашем канале ретроцикл вы мои любимые любители старинных мотоциклов сегодня я вам расскажу про мотоцикл который стоит у нас здесь а именно немецкий nsu 601 осл довольно таки редкая модель всего было выпущено меньше пяти тысяч штук что как бы говорит о том что довольно таки редкий экземпляр добавлю что производились они всего лишь один год с 38 по 39 поэтому данная модель у нас наверное какого-то 38 и 39 года то есть поэтому в год выпуска сказать мы точно не можем не сохранилась никакой шильды и опять же никакой документации тоже от него не было железо очень крепкая хорошая вообще мотоцикл в отличном состоянии то есть я бы сказал что тот нсу который делал я это было наверно год назад был просто в ужасном состоянии по сравнению с этим все мы сделали 3 нсу 1 делал я год назад это был нсу по моему 251 потом к нам приехал 501 инсу и дальше же не делал инсу 200 1 то есть два мы сделали из одного семейства то есть такие же как этот только меньше кубатуры и 3 был совершенно другого уже формата это другая тем все инсу 601 и вообще принципе серия осл это верхнеклапанный двигатель с нижним валом они вообще похожи на английские мотоциклы типа быса или нортон по одной простой причине что инженер который работал в нортон он просто перешел на работу в нсу в те годы было довольно таки жесткая конкуренция между бмв сундапом нсу особенно в германии и приходилось в общем то выдумывать разные двигатели и участвовать опять же спортивных соревнованиях поэтому бмв допустим делали обычно двухцилиндровый мотор иногда четырехцилиндровые те же сунда также не уступали им по мощности а у нсу не было достойного двигателя и как правило не делали одноцилиндровые моторы им необходимо было создать какой-то свой мотор который они собственно и сделали внедрили по обкатывали его на спортивных байках и потом он пошел уже в серию мощный и достаточно большой практически 600 кубовый мотоцикл использовался также во времена войны он был принят на вооружение вермахта и применялся в качестве фельдъегерских мотоциклов курьерских служб они доставляли важные донесения и мотоцикл развивал по тем временам неплохую скорость 130 километров в час за это его естественно и взяли конструкция самого двигателя коробки и трансмиссии довольно таки распространенная то есть здесь один цилиндр верхнее расположение клапанов коробка стоит отдельно от двигателя соответственно привод у нее цепной он расположен в защищенном кожухе здесь довольно таки прогрессивная система смазки которая расположена с правой стороны двигателя с правой же стороны у нас находится кикстартер и переключение скоростей здесь их четыре переключение ножное то есть здесь стоит механизм который позволяет переключать именно передачи ногой рулевое управление здесь также как в большинстве мотоциклов того времени здесь присутствует множество монеток некоторые из них здесь не родные одна сохранилась оригинальная нам также повезло кстати с тем что здесь есть родной спидометр и вообще принципе комплектность у мотоцикла очень хорошая как обычно в нашем ателье мы снимем все старое покрытие пескоструем потому что здесь она уже не родное дальше все детали мы перехромируем все что было полированное мы отполируем покрасим раму порошковой краской закажем новый крепеж все что можно из резинок и всяких расходников мы также купим за бугром за евро и поставим на этот мотоцикл заведем обязательно на нем прокатимся постараемся все 130 из него выжить но это не точно и я думаю что с таком в таком состоянии мотоцикл будет собираться не так уж и долго тем более что сборщиков у нас каждым днем все больше и больше не пятого совершенно не пятая планета